Сейчас я вам прочитаю мой новый рассказ, он называется «Оптимизм». Бурсов работал на второй макаронной фабрике и решил переменить жизнь к лучшему. Стал переменять. Под ногами было склизко, серого неба падал, падал снег на коробке здания фармакологической компании. Бурсов зашел в главное, насквозь стеклянное, и был встречен охранником. — Где у вас ноги можно вытереть? — спросил Бурсов. — Подождите, — сказал охранник. И, позвав себе в помощь какую-то девушку из внутренней будки, они принялись раскатывать перед Бурсовым красно-коричневый ковер в узорах. — Да мне бы простой половичок, или просто так, — засмущался Бурсов. Но охранник остановил его грозным словом и жестом. — Что вы, почетный гость! Бурсова провели к лифту, и тот вознесся на последний этаж, где двери растворились со звоном. В большом зале, во главе пустого длинного стола, сидел на кресле больше сидящего, в задумчивости, воровастый директор. И думы его полнились прибылью и развитием. Бурсов кашлянул, и директор вскочил с кресла, побежал к гостю с протянутой для пожатия рукой. — Неограниченные финансовые возможности моей семьи, — зачастил директор, усаживая Бурсова целиком в вашем распоряжении. — Хотите купить загородный дом? Машину? Трехколесный велосипед-гном? — Вот от гнома я бы не отказался, — вздохнул Бурсов. — Отлично, значит, заказываем гном? Директор снял трубку давнего массивного телефона, какой встречишь в фильмах про сталинское время, и пальцем стал накручивать диск. — Погодите, — сказал Бурсов, — я пришел с деловым предложением. Я пришел поднимать продажи и не спровергать конкурентов в огненную гиену. — Отлично, я вас слушаю. — Вот у вас есть слабительное. Есть большой ассортимент. Его название, Бурсов потер високом, оно никакое. Оно не запоминается. — Очень даже запоминается, — возразил директор. Я, например, записал его себе на бумажку и читаю перед сном, как молитву. — А должно запоминаться без бумажки. — Вы думаете? — Думаю. — Я тут, собственно, как специалист по брендингу. Я выведу ваше слабительное в топ-продаж. Каждый, кто придет в аптеку, назовет ваш препарат, и каждый аптекарь посоветует именно его. Но глаза директора наполнились слезами. — Что с вами? — спросил Бурсов. Директор кинулся ему в ноги. — Вас послал сам Бог. Вы знаете, наша компания уже год терпит убытки. Мы на грани банкротства. Я и топ, представляете, не заказывая уже себе обед из элитного ресторана, а сосу лапу и, сунув себе в рот кулак, крепко его закусил. — Перестаньте! — Бурсов вырвал его руку изо рта. — Крепитесь! — Важное слово вам скажу. Крепкое слово. Слово богатое. — Говорите! — директор, стоя на коленях, поднял руки. — Дристал! — Дристал! — повторил директор, хлопнул себя по лбу и начал всепонимающе оглядываться. Бурсов продолжил. А также для вариантов предложения. Дристал плюс, дристал двойной эффект. — Это гениально! — директор пополз к телефону. Срочно даю приказ о переименовании. — Но погодите! — Бурсов поднял палец. — Это еще не все. Рекламная кампания. Предлагаю следующий ролик. Задумчивые люди сидят. Мы не показываем, где они сидят, на чем они сидят, но они задумчивы. А еще они озабочены. Они хмурят брови, покачивают головой. Попеременно показываем каждое лицо. Теперь вводим элемент тревоги. И зрителю становится ясно, где сидят эти люди. Стук в дверь и грозные голоса. — Вы скоро? Ну сколько можно? Теперь быстрый монтаж. Лица, лица задумчивых людей. Вдруг каждое лицо осеняется озарением. Человек поднимает кверху палец и весомо произносит. Дристал! Или Дристал Плюс! — добавил директор. — Внимание! — сказал Бурсов. — Концовка ролика. Дверь открывается. Свобода, понимаете? Понимаю, понимаю, вы приняты на работу. Назначаю вам зарплату миллион. И премию тоже миллион. Вы согласны? Вполне! Бурсов перестал работать на второй макаронной фабрике. Все стало просто отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...